Крупнейшие пивоваренные концерны мира сливаются. Совет директоров Сабмиллер устроила очередное предложение Анхойзер Бушенбёв. После нескольких неудачных попыток убедить акционеров Сабмиллер, покупатель решился поднять цену до 44 фунтов за акцию. В итоге сумма сделки выросла до 69 миллиардов фунтов стерлингов. Это 93 миллиарда евро. Новая империя в одиночку будет контролировать треть мирового рынка пива, что сопоставимо с ролью картеля экспортеров нефти ОПЕК на топливном рынке. Продажи пивной ОПЕК оцениваются в 60 миллиардов евро в год. Это почти втрое выше, чем у ближайшего конкурента Хайнекен. Для меня большой вопрос, хорошо ли это все для потребителей. Конечно, когда создается что-то вроде пивного картеля ОПЕК, у новой компании будет огромная доля на рынке и гигантские возможности диктовать цены. И разумеется, в обмен на одобрение антимонопольных органов им, вероятно, придется пойти на значительное сокращение своего присутствия в Северной Америке и Китае. В портфеле Анхойзер Бушенбёв уже сейчас свыше 200 брендов, включая глобальный Будвайзер Корона Стелла Артуа. Сабмиллер добавит в общий котел еще 150 пивных марок, вроде итальянской Перони или американской Миллер. Причем Сабмиллер не только один из крупнейших в мире производителей пива, но и ботлер напитков Кока-Кола, владеющий собственным портфелем брендов безалкогольных напитков. На некоторых рынках объединенная компания практически превращается в монополиста.